С 10 сентября в городе изменилась схема сбора твердых коммунальных отходов. Раньше жители выносили крупный мусор к подъезду, городские службы увозили его на полигон, и оттуда региональный оператор МСКНТ на мультилифтах перевозил отходы на свалку. Теперь оператор собирает все отходы по городу сам. Крупный мусор у подъездов он больше не забирает. Для этих отходов должны быть обустроены специальные контейнерные площадки, откуда оператор будет вывозить мусор. До контейнеров должны либо жители сами доставлять, либо управляющие компании, которые должны следить, чтобы мусор у подъездов не образовывался, а до этого места они должны уже, собственно говоря, за свои средства направлять. Естественно, управляющие компании сейчас будут с жителями проводить эту работу, для того, чтобы объяснять, что складирование перед домами не допускается. То есть мусор по-прежнему нужно бросать в мусоропровод. А вот то, что туда выкинуть нельзя, старую мебель, большие коробки и прочие крупногабаритные вещи, складывать у подъезда как раньше нельзя. Если такой мусор по-прежнему будут оставлять у подъездов, убирать его должны управляющие компании за свой счет. Если житель, скажем так, так и не приучится, а будет складывать подъезды, Центр ЖКХ вынужден будет это делать. Но если он это делать не будет, муниципалитет, и не только Центр ЖКХ, и другие управляющие компании, муниципалитет будет их штрафовать в рамках правил благоустройства. А управляющие компании для того, чтобы эту тему закрыть, должны следить, выявлять жителей, и тогда мы будем штрафовать жителей, которые выносят у подъезда для того, чтобы избежать издержек, потому что накопление там невозможно у подъезда. Поэтому в дополнение к уже существующим бункерам появятся новые. Их установкой во дворах занимается администрация. Однако не все жители согласны с появлением у себя во дворе подобного контейнера. А у меня такой бункер накопительного округа Куйбышево-5 стоит в запамятных времен в какой-то там схеме утвержденной ДКХ. И я до сих пор никак не могу. У меня два дома Чапаева-27 и Куйбышево-5 воют от этого контейнера. То, что он стоит на парковке, также на необорудованной совершенно площадке, с нарушением всех норм и требований расстояния от жилых домов. Такая же проблема появилась, например, на Бессарабинка, где бункер стоит на проезжей части, под окнами жителей и рядом с детским садом. Мы прекрасно знаем, что это будет свалка со всеми городами, туда будет свозиться. Бессарабинка 1А, 1Б, я прошу, чтобы выехали и посмотрели. И детский сад, 38-й, коррекционный. Ну это просто, я не знаю, площадка не оборудована на проезжей части. Мало того, что перед домами под окнами, значит, у детского сада плюс проезжая часть. Поставить такие контейнеры можно только на асфальтированную площадку. Установку бункеров администрация согласовывает с ВМБА. Однако, по заявкам жителей место можно перенести. Также на заседании комитета в депутаты обсудили переход на раздельный сбор мусора. Также администрация участвует в совместной закупке, организованной Министерством экологии, по поставке контейнеров, бункеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного сбора мусора. Заключен муниципальный контракт на поставку контейнеров, бункеров для накопления твердых коммунальных отходов. Всего будет приобретено 121 зеленый контейнер для ТКО общего и 46 желтых сеток для сбора раздельного сбора мусора, плюс 11 бункеров. Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в Сарове к 1 декабря. Сейчас специалисты определяют места для установки таких точек. Екатерина Пёнова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.